Друзья, всем привет, с вами Джамбо Макс, и в этом видео я хотел бы высказать свое мнение о новом эксклюзиве Bleeding Age, а также затронуть проблему, пожалуй, многих видеоигр, которые выходят в последнее время эксклюзивно для платформы Xbox. В этом видео я не буду делать обзор на эту игру, поскольку вы сами знаете, что это некий забив 4х4 по типу Overwatch, но если вы вдруг хотите узнать о ней более подробно, то можете глянуть видос об бета-тестировании этой игры, который я снимал чуть ранее. Там, в принципе, все подробно рассказано, и со времен бетки там ничего не поменялось. И, собственно, давайте начнем. А начнем мы с того, что 24 марта вышел новый эксклюзив консоли Xbox от уже немало известной студии Ninja Theory, которая находится под крылом майков и которая подарила нам когда-то Devil May Cry и Hellblade. Игрушка, по моему мнению, получилась по своей сути довольно-таки неплохой. Персонажи весьма интересные, очень вписываются во всю эту стилистику, механика игры проста и харизматична, но у этой игры, к моему сожалению, есть явная проблема, а именно халатность к разработке. Опять же повторюсь, лично мне игра понравилась. От бетки я получил от нее даже некое удовольствие, поскольку чем-то она меня все-таки зацепила. Но дело в том, что эта игра, по факту, вышла сырой, неоптимизированной и с плохим коннектом. И со времен беты, по моим ощущениям, игра стала в тех плане только хуже. Насчет коннекта игры я очень сильно боялся, я говорил об этом даже в предыдущем видеоролике. Но поскольку у меня уже был опыт с такими играми, и если у игр, в которых ведется бой на ближнюю дистанцию, плохой коннект, она практически неиграбельна. К большому сожалению, мои опасения подтвердились, и лично для меня, желание играть в эту игру, убил именно ее коннект и ее техническая часть. Именно из-за этого в игру некомфортно и даже иногда невозможно играть. По сути, вы можете даже сейчас взглянуть на геймплей и посмотреть, что творится с персонажами. Они телепортируются. И это не редкое явление. Каждую вторую катку у вас хреновый коннект, и вы просто не можете ничего сделать, ибо персонаж от вас просто убегает, либо просто исчезают. Сама игра при небольшом счетчике кадров в секунду, опять же, к сожалению, идет с большими дропами и с низким разрешением текстур. То есть я, играя на фатке, иногда реально ощущаю заметные дропы и смотрю на всю эту зернистость. И несмотря на то, что игра не особо требовательная, в ней мало игроков на карте, она все равно еле-еле работает. Если вдруг кто-то скажет, что у тебя фатка и в этом все дело, да, отчасти я соглашусь. Но как по мне, по большей мере, виной всему плохая оптимизация. Поскольку в данный момент есть другие игры на Xbox One, которые идут без каких-либо проблем. Помимо технического плана, в игре расстроило, к сожалению, то, что разрабы после бета-тестирования не подвезли ничего нового, кроме нескольких скинов. И то многие из них просто скины с другими цветовыми гаммами. И знаете, лично я даже очень рад тому, что в игру я пробовал поиграть именно через подписку Xbox Game Pass, а не за фулл прайс. Поскольку 30 баксов, мне было бы очень жаль, и на данном этапе игра, на мой взгляд, не стоит своих денег. Да, игру 99% допилят в будущем, сделают ее играбельной, добавят новых персонажей, исправят некий баланс. Но как по мне, этим всем заниматься нужно до выхода игры, а не после. Знаете, вспоминая времена Xbox 360, я не помню, чтобы игры как-то доделались после выхода. Чтоб их как-то кардинально фиксили, или что-то в этом роде. Купив ту или иную игру, я всегда был уверен в том, что все будет в порядке, и я пройду ее от начала до конца без каких-либо проблем. Но сейчас почему-то пошла такая тенденция выпустить игру скорее быстрее, а потом ее допиливать. И так сойдет! И на мой взгляд, это плохо, поскольку на первых этапах, когда игроки должны полюбить игру, они наоборот ее начинают отвергать, поскольку она просто хреново работает. И при этой ситуации обидно больше всего за то, что такие вот игры сделаны эксклюзивно для консолей Xbox. То есть у разработчиков есть спонсирование, выделяется больше времени на разработку, и в то же время ограниченное количество платформ, для которой делается эта игра. Но даже несмотря на это, многие не могут выкатить игру так, чтобы в нее можно было нормально поиграть на консоли, для которой и делалась эта игра. И знаете, я сейчас критикую лишь одну игру, но по факту, это не единственная такая игра, которая пострадала в техническом плане. То же самое продолжение Ори. Она также сделана не на 100%, и даже на X-версии она лагает. Лично у меня в этой игре есть проблемы, в которой некоторые локации просто не грузятся, и приходится перезагружать игру, чтобы они появились. Вспомните тот же сейт в DK2 на старте, который тоже был практически неиграбельный. И плачевно больше всего то, что это консольные эксклюзивы, это то, что мы получаем для нашей консоли. И теперь в принципе стоит задуматься, а что будет со следующими эксклюзивами? Возможно то же самое, так как Терафлопсы и Кроо под названием Майкрософт могут просто не помочь. И нам опять выпустят неподготовленный до идеала продукт. О чем речь, если не за горами уже новый Xbox, и в это время будут делаться эксклюзивные игры как для него, так и для нынешних консолей. И теперь вдумайтесь, как может похелиться оптимизация игр, если даже сейчас мы получаем вот такую халтуру. Опять же повторяю, что я не трогаю смысл игр, ее концепцию. Она мне нравится, но что касаемо технического плана, я очень сильно огорчен. И надеюсь, что это последний эксклюзив Xbox, который так фигово сделан. На этом в принципе все, если вы согласны с моим мнением, то ставьте лайки, пишите комментарии по этому поводу. Не забывайте поддерживать канал подписками. И большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok